Всех приветствую! В этом видео немного расскажу о приеме бэк бит. Его еще часто называют щелчком. Речь пойдет о слепых прикосновениях, которые придают нашим рифам движение. Почему слепые? Потому как в нотах этот прием практически никогда не обозначается, а вместо него просто ставится пауза. Итак, если в нашем рифе есть пауза во вторую или четвертую долю, к примеру, то во время исполнения бэк бита мы как бы имитируем партию малого барабана. Я думаю, ни для кого не секрет, что в самых распространенных барабанных рисунках малое как раз тучит на вторую и четвертую долю. Таким образом, если мы играем в составе без барабанов, применяя щелчки, мы как бы играем и за басиста, и за барабанщика, что довольно часто встречается на камерных акустических выступлениях. Но даже если мы играем с драймером, все равно мы применяем слепые прикосновения для того, чтобы точнее понимать эритмическое местоположение всех нот нашей партии. То есть с бэк битом контроль над длительностями нот и пауз в какой-то степени становится проще. В бэк бите есть пара пунктов, на которые мы должны обратить внимание. Важный процесс прикосновения пальцев к струнам и громкость исполнения приема. Итак, прием чаще всего выполняется одновременным касанием двух пальцев правой руки. Должно быть как минимум две точки соприкосновения с играющей струной, чтобы не дать звучать случайным флажолетом. Да, бывают ситуации, когда нам нужно играть бэк бит одним пальцем. В этом случае струна обязательно глушится касанием левой руки. Если не делать это глушение левой рукой, то мы получим те самые нежелательные флажолеты. Я лично предпочитаю пользоваться и касанием двух пальцев правой руки и глушением левой. То есть подстраховываю свою игру всеми возможными способами. И еще не менее важная деталь. Прикосновения нужно делать тем местом подушечек пальцев, которым мы и извлекаем звук. Иначе, в противном случае, каждый раз после бэк бита нам придется подтягивать пальцы, чтобы извлечь следующую ноту. В результате будет тратиться больше времени и больше действий, что крайне неприемлемо в более подвижных темпах. По громкости. В первую очередь нужно сказать, что ни в коем случае нельзя лупить по струнам. Неспроста этот прием называю именно прикосновениями, а не шлипками и не хлопками. С барабанами наш бэк бит должен напоминать аккуратное тихое прикосновение к струнам. Иначе в миксе мы можем получить два малых барабана. Ну а если наш громкий шлипок еще и не совсем совпал с малым, то мы получим раздвоенный малый барабан, что в целом плохо скажется на звучании ударной установки. Играя без барабанов, мы в принципе можем вести ту же стратегию, а можем превратить наш бэк бит в аккуратный щелчок. То есть при прикосновении пальца правой руки струна слегка будет ударяться о лады, получая специфический звон. В результате в таких партиях басовые ноты работают как партии бочки и перкуссии, ну а бэк бит отвечает за функцию малого барабана. Это все является самым простым применением бэк бита. Помимо второй и четвертой доли бэк бит используется и на остальных долях такта, а также внутри долей, на слабые восьмые и даже на слабые шестнадцатые. Но это уже более сложная ритмика, об этом поговорим попозже. Так что подписывайтесь, играйте с движением и всем успехов!